Фокинцы почтили память военнослужащих Тихоокеанского флота, погибших в авиакатастрофе 35 лет назад. У дома офицера флота состоялся торжественно траурный митинг. В нем приняли участие офицерский и личный состав Приморской флотилии разнородных сил, представители городской администрации, общественные и ветеранские организации, школьники, жители города. Далее подробнее. Ежегодно 7 февраля не только в Фокино, но и в других городах России проходят торжественно траурные митинги. Мероприятия посвящены самой страшной в истории военно-морского флота авиационной катастрофе 1981 года. Тогда в результате трагического случая погибли 52 человека, в том числе 13 адмиралов, 3 генерала, большая часть командования Тихоокеанского флота, его основных объединений. По традиции в годовщину трагедии сослуживцы и боевые товарищи, военнослужащие кораблей и частей поименно вспоминают погибших. В авиационной катастрофе погибли командующий Тихоокеанским флотом адмирал Спиридонов Эмиль Николаевич, начальник управления Тихоокеанского флота вице-адмирал Сабанеев Владимир Дмитриевич, командующий авиации Тихоокеанского флота генерал-лейтенант Павлов Георгий Викторович, начальник разведки Тихоокеанского флота контр-адмирал Леонов Геннадий Федорович, заместитель командующего Тихоокеанского флота по боевой подготовке контр-адмирал Корбан Владимир Яковлевич, Первый командующий в Приморской флотиле, вице-адмирал Тихонов Василий Федорович. Трагедия произошла, когда после оперативно-мобилизационного сбора делегации руководящих составов всех флотов возвращались из Ленинграда к местам дислокации. Самолет ТУ-104 с Тихоокеанцами на борту потерпел катастрофу. Сразу после взлета, едва набрав высоту, авиалайнер перевернулся, рухнул на взлетную полосу и взорвался. Когда произошла эта катастрофа, это для Тихоокеанского флота была невероятно тяжелая утрата, поскольку обезглавлены наиболее ответственные, наиболее мощные соединения. Это и четвертая флотилия подводных лодок, это и Камчатка, и самое главное, это Тихоокеанский флот, который решал невероятно сложные, невероятно ответственные задачи. Ровно 35 лет прошло со дня трагического события, но фокинцы до сих пор помнят и свято чтут память моряков, погибших при исполнении служебных обязанностей. Их имена высечены. На граните мемориальной доски, которая была установлена на доме офицера флота к 30-летнему юбилею трагедии, фамилиями военачальников, названы городские улицы Белышева, Тихонова, Постникова, Чулкова. Сейчас изготавливается и в нашем храме города Фокина будет установлена памятная доска мраморная, на которой будут увековечены погибшие при исполнении служебных до долга в мирное время, как погибшие в этой гавиакатастрофе, так и погибшие при выполнении служебных обязанностей. После окончания торжественного траурного митинга собравшиеся возложили цветы к мемориальной доске. Минутой молчания почтили память всех погибших в авиакатастрофе. В завершении прозвучал трехкратный ружейный залп военного салюта. Это очень важное для города мероприятие, потому что это город военных моряков. И люди, которые погибли, эти адмиралы, старшие офицеры, они все жители нашего города. Улицы названы в честь этих людей. Мы всегда должны помнить и сохранять память о них. Очень хорошо, что на мероприятии присутствуют дети, потому что эта память, она будет передаваться из поколения в поколение. Такие мероприятия необходимы. Это патриотическое воспитание подрастающего поколения. Дети знают историю нашего города, выполняют свою информацию, знания о том, где они живут, в каком месте живут и вообще, что происходило в нашем городе. В этот же день состоялось открытие мемориальной доски в память о первом командующем Приморской флотилии, вице-адмирале Тихонове Василии Федоровиче. Памятный знак установили на доме номер 1А Одноименной улицы. Подробнее о событиях в следующих выпусках программы Наши новости. Продолжение следует...